Музыка Представители Евросоюза выразили готовность помочь Украине в погашении задолженности перед Газпромом. Эксперты раздела «Новости Украины» и издания «Биржевой лидер» выяснили, что ЕС намерен предоставить Украине 2 млрд долларов для этих целей. Планы Евросоюза посвятил комиссар ЕС по энергетике Гюнтер Тингер, с заявлением которого ознакомились корреспонденты агентства ЭФП. Представитель ЕС уверил, что оказание материальной поддержки является одним из важнейших и существеннейших условий пакета помощи Украины от Еврокомиссии. Вопрос о выплате колоссального украинского долга включен в пакет помощи Еврокомиссии, заявляет Тингер. Пакет помощи Украине будет утвержден в среду. Напомним, ранее в СМИ распространилась информация о том, что Газпром отменит льготы на поставку газа в Украину уже с апреля этого года. Данное решение Газпрома было обусловлено тем, что задолженность Украины со стороны газовой компании «Нафтогаз» постепенно растет. Что касается платежей, то они осуществляются с задержкой. По словам представителя Газпрома Алексея Миллера, Украина сама заверила, что не может полностью покрыть расходы за февраль. А вот задолженность за прошлый год страна пока полностью не погасила. Как отметил Миллер, Газпрому удалось получить только меньше половины задолженности. Отметим, что вопрос об отмене предоставления кредита на топливо Украине обсуждался главой газового холдинга и премьер-министром. Дмитрий Медведев посчитывал данное решение целесообразным, но Миллер предложил выделить Украине кредиты в размере 2-3 миллиардов долларов для погашения задолженности. А премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Россия не сможет предоставить Украине кредит в размере 2-3 миллиардов долларов для погашения долга по поставкам топлива. Напомним, что президент России Владимир Путин в декабре прошлого года заключил соглашение с Виктором Ненуковичем, согласно которому Украине должен был поставляться газ с определенной скидкой. Так, для Украины стоимость топлива была снижена с 400 до 268,5 доллара за 1000 кубов. При этом данные скидки имели временный характер, однако точную дату завершения скидок никто не сообщал. Согласно договору, условие скидок должно было утверждаться ежеквартально.